всем привет уважаемые подписчики сегодня такое хотел видео снять грубо говоря тоже сельхоз техника средства малой механизации это вот мотоблок агресс я уже как-то видео снимал по поводу карбюратора на нем замена карбюратора сегодня сегодня хотел я попробовать спахать вот огород есть участок как бы есть плуг есть мотоблок вот задача стоит спахать этот огород земля очень твердая и поэтому думаю что мотоблок на этих вот колесах он будет пробуксовывать очень сильно вот поэтому опять же есть такие вот колеса еще железные они конечно не родные они не от мотоблока агресс это были переделаны это колеса были предназначены для мотоблоков типа него в этом ну такого типа короче то есть у них есть была такая ступица с трубой как бы вот это было переделано все то есть срезана и отверстия были под под болты вот эти того как раз сделано вот адаптирована с этими колесами я еще не работал ни разу потому что у них первый недостаток это основной на недостаток это то что у них радиус качения меньше то есть мотоблок как бы в этом мотоблока и так двигатель вот впереди находится то есть он при развороте надо углублять орудие и мотоблок оказывается и двигатель оказывается очень низко задевает за гребни земли например с этими колесами он будет еще ниже получается то есть еще проблем не будет разворачивать но все-таки хочу попробовать может быть что-то из этого выйдет то есть сейчас переоборудуем мотоблок посмотрим что будет дальше вот я переставил колеса поставил железное клиенте как говорю он убавился немножко конечно вот тем более грунтозацепы когда войдут землю полностью то есть он будет еще ниже вот сейчас он пока стоит на них поэтому кажется еще более скажете неправильно поставил цепы елочкой в обратную сторону да но это сделано специально так как по опыту работы с другими мотоблоками например железных колесах именно там на спашке кучи вы не на выкапывание картофеля знаю что есть опыт такой что земля когда более-менее обработанная как сказать там не запущенная ничего вот когда елочка стоит правильно как вот как у тракторов то есть он при небольшом пробуксовывание он начинает просто зарываться в землю и садится получается на раму на остров и все то есть очень проблематично вот а когда стоит елочка в обратную сторону он как бы не зарывается он меньше пробуксовывает вот и при этом тянет он лучше это на тракторах там да там грязь или где-то елочка помогает там она добираться до более твердых слоев почвы но там извините там и клиент позволяет это делать здесь как бы нет такой возможности вот теперь сейчас зацепим плуг будем регулировать хочу рассказать немножко о нем это плуг родной мотоблока агрофт такой вот такой сцепкой то есть у него есть множество регулировок таких как например с помощью переставления пальца по этим отверстием получается мы меняем можем менять ширину захвата корпуса плуга пошире поменьше то есть мы его либо например сюда как сказать поближе уже в борозу либо заводим подальше то есть мы соответственно корпус плуга эффективнее используем то есть ширину захвата мы увеличиваем вот потом угол атаки то есть этим винтом мы крутим соответственно меняем глубину обработки дальше еще есть вот этот вот с этими прорезями крепления это мы меняем угол относительно мотоблока то есть относительно горизонта получать нас мотоблок при там по второму и последующих проходах он идет одним колесом по морозне то есть получается он у него уже уровень горизонтальный а немножко он как бы смещен направо вот а при этом корпус угона должен кистида вертикально как бы видно что если у нас мотоблок будет идти по борозде то есть вот корпус у нас будет вертикален вот что еще основные моменты у этого плова достаточно такой широкий большой корпус время потом отвал там пылевая доска есть что немаловажно было многих мотоблочных плугов либо это пылевой доски нету либо она вообще коротенькая либо она там сделана совсем неправильно вот видно здесь пахали вот она отполировалась когда то есть она работала ну давайте сейчас попробую пройти первый проход немножко по настрою потом расскажу что еще нужно сделать как бы для более-менее правильной эффективной работы мотоблок услуг вот я как я говорил земля очень тяжелая все лето лил дождь грубо говоря включая июль все склеклась а в августе жара то есть все высохло покрылась коркой вот понастраивал я плуг вроде более-менее выбрал оптимальные режима работы глубоко я не прошу потому что но если глубоко пахать как видите такие комки выворачиваются очень большие это раз и во вторых вот идет корни этих растений получается мы перевернем и спрячем под землей и они успешно перезимуют нормально а так они останутся здесь ближе поверхности есть вероятность того что их они померзнут то есть во время осенних заморозков вот давайте посмотрим вот пройду несколько раз покажу как чё пошел на второй передаче а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...